Аукцион под названием «Баш на баш» в памяти Даниила Дидика. Год назад придумал его одноклассник Игорь Уманский. На тот момент парень даже не предполагал, что благородная идея приживется и вырастет до национального масштаба. Спортсмены, певцы, знаменитости уже присоединились к этой идее. Я очень рад, что детки, Данины одноклассники начали этот аукцион. Я рад, что они сейчас также участвуют в этом. Рад, что младшие ребята тоже подхватили эту инициативу и продолжают. А также очень благодарен всем людям, которые также приобщаются к этому и также в этом участвуют. Пару недель назад, рассказывает девятиклассница София Безуглая, встречалась с Сергеем Жаданом. Обменяла расписанную футболку на несколько книг с его автографом. Я встретилась с Сергеем Жаданом. Мы ему отдали пазлы с работы к его стиху и также футболку. Взамен на это он нам подписан из своей книги. И с помощью Сергея мы также вышли на Александра Положинского, который нам дал свои диски. А юс-сверстник Алексей Чвалов буквально вчера вернулся из Киева. Вместе с мамой парень ездил на встречу с телеведущим Алексеем Сухановым, который также изъявил желание помочь ребятам. Через фейсбук мы обратились к украинскому телеведущему Алексею Суханову. Рассказали ему про основную идею нашего аукциона. Он согласился передать лот от себя. Вот картину. Я уехал к нему и мы поменялись с ним. Мы передали ему футболку, расписанную детьми нашей школы. Он передал нам картину. И вот я только вчера вернулся из Киева. Кроме того, говорят ребята, для популяризации информации об аукционе они записываются знаменитостями в видеокомментарии с рекомендациями. Мы все знаем, какие события происходят в нашей стране. И вот маленький Даня, наверное, каким-то образом стал олицетворением тех событий, которые происходят. И пока этот аукцион жив, мы все помним и все понимаем, что происходит и почему этот аукцион имеет место быть. Его, наверное, память этот аукцион отражает лучше, чем все, что можно сделать. Это, по-моему, на моей памяти, единственный аукцион такого рода в Украине. В ходе двух предыдущих аукционов удалось собрать около 100 тысяч гривен. Все деньги направили на благотворительность, передали детскому дому номер один, на реабилитацию украинских бойцов из-за ранений, лишившихся конечностей и лечения детей с онкологией. Самым дорогим лотом была ракетка Эвелины Светолины. Она ушла с молотка за 8 тысяч гривен. Теперь же школьники вновь призывают всех принять участие в торгах и сделать свой вклад в доброе дело. Вырученные средства направят на помощь семьям погибших на Донбассе военнослужащих, лечение тяжелобольных детей и развитие городского кардиоцентра, где ежегодно оперируют около 200 детей, страдающих врожденными пороками сердца. В течение четырех лет я на страничке фейсбука рассказываю о том, какие трудности имеет детская кардиохирургия в Харькове. И вот для меня удивительно то, что за четыре года ни один чиновник и ни один депутат не обратился к нам с вопросом, чем помочь и в чем вы нуждаетесь. А доброе имя мальчика 15-летнего, которого уже в течение двух лет с нами нет, продолжает делать добрые дела. Третий аукцион «Баш на баш» пройдет 20 апреля. Велен Мода, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.